В начале ноября народное ополчение во главе с купцом Мининым и воеводой Пожарским прогнало польских интервентов из Москвы и положило начало конца так называемому смутному времени. В смуту как раз беспредельничали лжедмитрии, бояре не могли поделить власть между собой, а речь Посполитая уже планировала как распорядиться русскими землями. Ополчение Минина и Пожарского было уникально тем, что это единственный пример в русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам народ, без участия власти. Люди скидывались на вооружение последними грошами и шли освобождать землю, наводить порядок в столице. Воевали не за царя. Наши много раз прапрадеды шли освобождать землю русскую, и они победили. Тогда объединились все сословия и национальности, деревни и города. Этот день по праву называют Днем Народного Единства. Другого такого дня в русской истории не было. 4 ноября 1612 года войны народного ополчения штурмом взяли Китай-город. Освободили Москву от польских интервентов, продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа, вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. И еще надо знать, что осенний праздник Казанской иконы Божьей Матери – это праздник в честь Дня освобождения Москвы от поляков в 1612 году. Ведь Казанская икона была в ополчении во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, когда русские войска освобождали Кремль и Москву от врага. В памяти об этом событии на Красной площади был возведен Казанский собор. Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича День Казанской иконы Божьей Матери был объявлен государственным праздником. Позже, из-за революции 1917 года, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов прервалась. Так что этот праздник – возвращение к старой традиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова